Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области завершились выборы губернатора, а также выборы в отдельных муниципальных образованиях. В 20 часов по всему региону закрылись избирательные участки, и там началась процедура подсчета голосов. Промежуточные итоги подвели в избирательной комиссии региона. Явка на 18 часов составила 51,95%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Своё избирательное право реализовали 1 миллион 240 тысяч 129 человек. Дальше окончательную итоговую явку мы уже с вами предварительно узнаем по системе Газвыборы, когда через территориальные комиссии КСА Газвыборы протоколы с избирательных участков начнут поступать в систему. То есть система будет их обрабатывать и выдавать результаты, в зависимости от количества введенных протоколов, выдавать результаты. В Центре общественного наблюдения за выборами прошла видеоконференция с наблюдателями из муниципальных районов Самарской области. В ней приняли участие член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Сморода, председатель общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Вадим Чумак и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова. Они обсудили вопросы, касающиеся хода голосования. Ксения Баканова продолжит тему. Обсудили прозрачность выборного процесса с общественными наблюдателями из муниципальных районов Самарской области. В Центре общественного наблюдения за выборами прошла видеоконференция. В ней приняли участие член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Екатерина Сморода, председатель общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Вадим Чумак и уполномоченный по правам человека Ольга Гольцова. Представители из муниципалитетов рассказали, как обстоят дела на их участках. Отметили высокий процент явки избирателей. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, как ситуация в вашем городе. Ну, у нас, как всегда, очень добротушно и весело. Работа общественной горячей линии с избирателями также находится под контролем. Специалисты отвечают на разные вопросы о проходящих выборах. Это профессиональные юристы, что немаловажно, которые могут дать профессиональную консультацию с точки зрения действующего законодательства, как избирательные права можно свои реализовать. Вместе с этим они принимают еще и различные организационные вопросы. Где находится избирательный участок, есть ли человек в списках. Грамотно очень координируют действия вместе с территориальными избирательными комиссии, при необходимости с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти. Также в ходе видеоконференции обсудили процедуру голосования на дому. Это способ участия в выборах для избирателей, которые по уважительным причинам не могут посетить свой участок. Повышенное внимание уделяется и голосованию в местах лишения свободы. Люди, которые находятся сегодня в ограниченной свободе и в ограниченном передвижении, но имеют право избирать, сегодня понимают, за кого они голосуют. У них есть все раздаточные и выборные материалы, каждому разданные. В штабе видеонаблюдения созданы все условия, чтобы картинка с участков поступала на мониторы без перебоев и искажений в высоком качестве. Также на готове и технический персонал. Всю информацию о замеченных нарушениях здесь тщательно перепроверяют. У нас очень квалифицированная команда в штабе в нашем по наблюдению из профессиональных юристов. Мы отрабатывали эти сигналы и давали в результате квалифицированные ответы. И наши специалисты приходили к выводу, что все это не соответствует действительности или это фейки. Центр общественного видеонаблюдения работает круглосуточно на протяжении всех дней голосования. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. Сегодня Самара отмечает свой 438-й день рождения. День города традиционно начинается с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику и его основателю, князю Григорию Засекину. В ней приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, депутаты Государственной, Губернской и Городской дум, а также почутные граждане Самары, участники СВО и неравнодушные жители. Подробнее в нашем сюжете. В день рождения Самары у памятника основателю города Григорию Засекину прошло торжественное возложение цветов. Отдать дань уважения первому воеводе пришли глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Государственной, Губернской и Городской дум, главы внутригородских районов, а также почетные граждане Самары, участники СВО и неравнодушные жители. Мы с вами гордимся и помним достижения прошлых лет, но и упорно трудимся для того, чтобы настоящее и будущее было успешным и ярким. Друзья, я вас поздравляю с днем города. Счастья, здоровья, мира и благополучия. Ну а нашему городу, конечно, процветание. С праздником! От полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова поздравительный адрес передал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Огромные слова благодарности от полпреда и от себя хочу выразить ветеранам, которые своим доблестным трудом сделали наш город процветающим. Сегодня город Самара является промышленным, научным и культурным центром Приволжского федерального округа. Князь Засекин был одним из активных деятелей во времена правления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. В 80-х годах 16 века он был направлен для прохождения службы на южные рубежи российского государства, к Дикому полю в Приволжье, где и проявился в полной мере военный и организаторский талант князя. А в 1586 году он основал крепость, которая и стала Самарой. Поэтому возложение цветов к его памятнику – такая важная традиция в день города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А предшествовал торжественной церемонии плац-парад – дефиле-концерт от оркестров, участников фестиваля на сопках Маньчжурии. Чем музыканты удивляли гостей, расскажем в нашем сюжете. Оркестру Военно-морской академии Санкт-Петербурга выпала честь открывать плац-парад перед торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Засекину. Музыканты признаются, что игра в марше и с перестроениями требует особого уровня концентрации и координации. На мой взгляд, это высшая степень владения музыкальным искусством, потому что человек не только должен в совершенстве владеть инструментом, у него еще должно быть порядок с координацией движений, потому что ходить и играть – это крайне сложно. Всего перед церемонией возложения цветов перед гостями выступили три оркестра. Помимо Военно-морской академии, это коллективы Адмиралтейского оркестра Ленинградской военной базы и Военного оркестра штаба Черноморского флота. Все они участники масштабного фестиваля на сопках Маньчжурии. Коллективы играли не только традиционные марши, но и аранжировки военных песен и свои вариации детских музыкальных композиций. В том числе и песню «Ко дню рождения» из мультфильма о крокодиле-гене и чебурашке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии проходил в Самаре два дня – 7 и 8 сентября. Он завершился большим галоконцертом в Летнем театре Струковского сада. Лучшими композициями насладилась наша съемочная группа. Оркестры классические и оригинальные военные и эстрадно-симфонические поющие и танцующие музыкантов всей страны объединил в Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. В день города на летней сцене Струковского сада прошел галоконцерт. Среди участников – Пермский губернский оркестр. Музыканты приезжают на фестиваль уже третий год. Ну вы знаете, у нас в Перми-то своя армия поклонников. Но выясняется теперь, что уже в Самаре есть наша армия поклонников, потому что люди приходят, спрашивают, ребята, вы же из Перми-то, а когда вы и где выступаете? И приходят на наши концерты. То есть очень приятно, что нас узнают, видимо, как-то мы запали вам в душу. А это танцующая группа барабанщиц из Уфы. Сплав танца и барабанного боя. Каждый номер – маленький сюжет. Музыка Такие фестивали, они и учат, и они развивают, и дают движение вперед. А Самара – молодцы. Каждый год мы видим, какая организация великолепна, как доброжелательно и дружелюбно принимают. И какая уже искушенная публика. Полные залы на всех концертах. Мы в восторге от этого фестиваля и очень рады сюда приезжать. Напомним, что одним из первых упоминаний о духовой музыке в Самаре стало сообщение об игре оркестра 214-го Макшанского полка, расквартированного в городе после окончания русско-японской войны. Оркестром дирижировал военный капельмейстер Илья Шатров. В 1908 году в Самаре в Струковском парке впервые прозвучал вальс, написанный Шатровым на сопках Манчжурии. Именно он дал название Самарскому фестивалю, который уже приобрел статус всероссийского. Песни моего детства и слова, я даже помню, поэтому все замечательно. Ну потрясающее впечатление. Прямо, вы знаете, я видела, люди сидели, слушали и настолько потрясло. Слезы вытирали от восторга. Настолько это потрясающе было сегодня представление. За два фестивальных дня в Самаре выступили 12 коллективов из Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Уфы и Севастополя. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Сохранить память. Ко дню города в столице региона открыли памятник великому русскому писателю Алексею Николаевичу Толстому. На открытии присутствовали временно исполняющие обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и потомки писателя. Обо всем подробнее Полина Челюкова. Памятник Алексею Толстому открыт! Автор «Золотого ключика» поселился в новом для Самары месте – литературном сквере, который также открыли ко дню города. Это интерактивное пространство, где можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь и поговорить с героями произведений. Нам важно чтить эту память, нам важно нашему молодому поколению ее показывать, рассказывать, вовлекать. И вот такой сквер – это еще один шаг к тому, чтобы мы эту память чтили по-настоящему. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много. Алексей Николаевич родился и вырос в Самаре. И даже покинув город, часто приезжал сюда. Самара описана во многих произведениях писателя. Толстой известен не только как создатель Буратино и автор романа «Хождение по мукам», но и патриот своей родины – соавтор речи Молотова 22 июня 1941 года. Нам как никогда важны перед глазами примеры настоящих патриотов. Ведь Алексей Николаевич Толстой не просто писать. Алексей Николаевич Толстой – фронтовой корреспондент двух мировых войн. Это человек, обогативший отечественную, мировую литературу большим количеством исторических произведений, которые формируют наше восприятие своего прошлого. Можно сказать, что талант Алексея Толстого вырос здесь, на Самарской земле. От имени всех потомков Алексея Толстого я не могу не поблагодарить всех тех, кто так или иначе принимал участие в этом проекте. Правнук Алексея Николаевича Никита Толстой рассказывает – в Самаре уже бывал, но впервые осенью. Вместе с семьей гостит на улице Куйбышева и наслаждается прогулками по городу, как когда-то его знаменитый предок. У нас очень большая семья. Я у отца, допустим, шестой ребенок, для понимания. Если взять все последние поколения, будет у нас человек 50-70. И мало есть поводов, которые нас объединяют. Могут объединить семью или вот так вот внезапно свести в одну точку. И это некоторое чудо. Для нас ощущается как чудо, что мы одновременно смогли встать в ряд четыре поколения людей, которые живут в разных городах. По-моему, это замечательно. Памятник и литературный сквер расположились возле музея-усадьбы Алексея Толстого рядом с домом по улице Фрунзе, 155. Полина Челюкова, Николай Сидоров. События. Сувениры, продукты питания, косметика, обувь и одежда. Продукцию местных производителей представили на выставке «Сделано в Самаре». Она традиционно проходит на площади Куйбышева в день города. Продукцию местных предпринимателей оценила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Любовь Рукавишникова уже семь лет занимается созданием одежды. Сначала для себя, потом для маленькой дочки. Постепенно хобби переросло в личное дело. Уже не первый год Любовь участвует в выставке продажи «Сделано в Самаре», поскольку это помогает в реализации продукции. Здесь получается прямое общение уже с потребителем. Возможности показать, рассказать, пощупать, померить, потрогать и познакомиться напрямую с производителем. Пообщалась с предпринимателями и оценила местную продукцию глава города Елена Лапушкина. В этом году выставка продажи «Сделано в Самаре» состоялась в юбилейный десятый раз. Ее проводит городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли, чтобы поддержать местный бизнес. Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетной задачей для Самары. В городе реализуется программа поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы оказывается поддержка консультационная, имущественная, грантовая. В том числе мы проводим подобные выставки. Они очень серьезно помогают бизнесу и работу в этом плане мы, безусловно, продолжим. На выставке представили сувениры, косметику, одежду и, конечно, продукты питания, которые производят местные кондитеры, производители мясной продукции, сыровары. Понимаете, это такое имиджевое мероприятие, сделано в Самаре. Я считаю, что те люди, которые производят в Самаре, они должны показывать. Те люди приходят и видят, что реально такие есть производства. Мы не перекупаем ничто, мы все делаем сами. Мало того, мы делаем из молока своих коров и кос, у нас своя ферма. Одно из важных направлений – продвижение самарских брендов для гостей города. Ирина Светлакова работает с молодыми талантливыми мастерами, чтобы помочь им выйти на рынок, сделать самарскую продукцию узнаваемой. Одна из новинок – сувенирная модель памятника князю Засекину. Молодые ребята очень талантливые. Мы попросили разработать данную модель в течение недели, ну, чуть-чуть побольше. Они ее разработали и представили нам на выставку. Я люблю очень свою работу, и поэтому мы с любовью делаем свои сувениры. Ежегодно выставку, сделанную в Самаре, проводят в День города, на площади Куйбышева, чтобы у жителей города была возможность приобрести местные товары. Пришли прогуляться по городу, по площади Куйбышева своей любимой. Здесь всю жизнь живу, родилась здесь. И по сей день пришли бабушке подарок купить. Сегодня Наталина день, 8 сентября. В этом году свою продукцию на выставке представили 50 предпринимателей в крытом павильоне и 20 в торговых рядах на открытом воздухе. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Мозговой штурм. В областной столице прошла квест-викторина «Зна историю Самары». Организаторы разделили программу на два территориальных блока. Исторический город – это Самарские и Ленинские районы и трудовая слава безымянки – Кировские и промышленные районы. В каждой игровой локации участникам нужно было пройти 15 точек станций. О том, как это было, расскажет Ксения Баканова. Вячеслав и Ольга в день города решили поучаствовать в квест-викторине «Зна историю Самары». Рассказывают, совмещают приятное с полезным, гуляют по улицам и узнают разные факты про любимый город. Вопросы интересные касательно истории города, вообще всего градостроительства. Даже немного городские легенды спрашивали. В целом, интересно, сложность, по-моему, только один вызвал у нас. В театре Самарской площади там лежало приспособление. Нас спросили, что это. Я вообще не поняла. Было, похоже, что-то на муштук, но оказалось, что это приспособление для… Для зарядки патронов. Да, типа обоймы. Для удобства участников организаторы разделили программу на два территориальных блока. Исторический город – это Самарские и Ленинские районы. И трудовая слава безымянки – Кировские и промышленные районы. В каждой локации игрокам предстояло пройти 15 точек станций. Получают печать в маршрутном листе. Дальше там есть QR-коды. Каждая станция и QR-коды сканируют. Человек 15 адресов проходит, отвечает на все вопросы. И может тогда участвовать в большом разе больше призов. Семья Егоровых тоже не отстает. Супруги решили поучаствовать в викторине вместе с детьми. Мне казалось, что квест – это самое интересное, потому что можно походить по исторической части города, узнать что-то новое о своем родном городе, какие-то исторические факты. И прогуляться. Погода отличная. Прям сегодня повезло. Вот я всех вытащила с собой. Те, кто смогли пройти 5 или 10 станций, получили памятные сувениры. Вот такой блокнотик. Город трудовой доблести. И к нему идет просто такой же карандашик с днем города Самара. Участники, которые преодолели все 15 точек, смогли принять участие в розыгрыше призов. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Взглянули на родной город по-новому. В Самаре сегодня прошли бесплатные автобусные обзорные экскурсии. Транспорт курсировал по двум маршрутам. О чем рассказывали пассажирам, узнала Полина Чулякова. Елена Ковшова, коренная жительница Самары, хорошо знакома с историей родного города. Однако из-за того, что живет в районе Старозагоры, в историческом центре бывает нечасто. Бесплатная обзорная автобусная экскурсия, которую организовали специально ко дню города, стало для Елены хорошим поводом вновь увидеть знакомые и любимые места родной Самары. В прекрасном автобусе, очень интересный обзор на экскурсии, поэтому я с удовольствием поехал. Самое интересное, о том, что трубочный завод, на котором работал мой прадед, не трубы, а трубки к снарядам. Мне это было открытием, очень интересно было узнать. На экскурсии пассажирам рассказывают о знаковых для города событиях, архитектурных объектах, промышленных предприятиях и выдающихся личностях города. Проезжают и по исторической, и по современной части города. Мы о людях. Как известно, историю делают люди, а дома лишь являются свидетелями истории. Поэтому очень много будет о людях, о таких, как, допустим, Дмитрий Козлов, конструктор, таких, как фон Вакана и многие купцы самарские, которые тоже оставили след в истории нашего города. Мне друзьям хочется, которые приезжают в гости, показать Самару с хорошей стороны, интересной. Как хорошо организовано. Автобус комфортный. И посмотреть хочется. Бесплатные экскурсионные автобусы курсируют в день города по двум маршрутам. От храма Кирилла и Мефодия до остановки улица Молодогвардейская. И от площади Кирова до площади Революции. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. Около 4 тысяч зрителей собрались в Самарском дворце спорта, чтобы увидеть игру команд высшей лиги КВН. Коллективы соревновались за Кубок Самарской области. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. За Кубок КВН Самарской области приехали побороться команды из высшей лиги. Они выступают на федеральном телевидении, а в этот раз будут удивлять зрителей областной столицы. На мероприятие собрались около 4 тысяч человек. КВН – это наш национальный бренд. И в Самарской области мы стараемся его развивать и поддерживать. Команды приехали из разных городов России и не только. Столик из Чулыма, сборная Снежногорска из Мурманска, Доктор Хаус из Белоруссии и сборная Самарской области. Будут разные номера в составе одного приветствия. Поэтому должно получиться ярко, креативно, интересно. По крайней мере, мы старались. А как это получится в итоге для зрителей, понравится ли, мы узнаем в ближайшее время. Я думаю, просто, наверное, единственное, я сегодня просто просто наслаждаюсь всей игрой. Правильно? Ну, конечно. Хотелось бы. Хотелось бы. Команда представили свои номера в двух конкурсах – «Приветствие» и «Золотой номер». Здесь же йога. Мне просто сертификат покорили. А, так вы первый раз. Намасте и вас пасхи. По итогам конкурсов победила команда «Доктор Хаус». Кубок они забирают в третий раз. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На первой очереди набережной открылась фотовыставка, посвященная Дню города, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. На ней представлены 96 фотографий, на которых изображены достопримечательности центра города, красоты окраин Самары, а также природные территории, которые входят в границы городского округа. Например, гора Тептяф – прибрежная вертолетка с волжскими пейзажами. Фото подобраны таким образом, чтобы передать красоту волжского города, настроение и атмосферу самарской жизни. Выставка находится на первой очереди набережной между Некрасовским спуском и улицей Льва Толстого. Она будет работать до конца октября. Сегодня избирательный участок номер 2511 превратился в настоящую музыкальную площадку, сообщает телеграм-канал администрации Железнодорожного района. Один из жителей, придя на выбор губернатора, не только выполнил свой гражданский долг, но и устроил для всех небольшой концерт, исполнив мелодию на саксофоне. Такие моменты превращают выборы не только в важные события, но и в настоящий праздник для всех присутствующих. Важен голос каждого. 101-летняя жительница Октябрьского района посетила избирательный участок вместе со своей семьей и проголосовала на выборах губернатора Самарской области. Это в очередной раз напоминает нам о значимости нашего голоса и активного участия в судьбе родного края. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok